Подробнее о том, какие категории граждан не попадают под действие нового закона, а также о механизмах его действия, смотрите в итоговом выпуске программы новостер НТВ Саратов уже завтра в 12.30. Продолжаем выпуск. Не в списке лидеров. В правительстве Саратовской области состоялось селекторное совещание с участием министра ЖКХ России. О реализации программы расселения жителей из аварийного и ветхого жилья доложили чиновники из разных регионов страны. В Саратовской области этот вопрос остается острым, ведь в этом году программа была частично заморожена по причине нехватки денег. Приступить к дальнейшей реализации программы переселения смогли лишь осенью 2015-го, когда был выделен бюджетный кредит на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области, на сегодняшний день необходимо ввести 80 тысяч квадратных метров нового жилья для более чем 55 тысяч человек. Чтобы не допустить срыва программы, специалисты планируют оптимизировать работу и завершить строительство домов в 2016-м. Нам дадут возможность условно соединить второй и третий этап и достроить эти дома в конце следующего года. Поэтому если сейчас в течение этого месяца мы все-таки, а здесь придется провести большую работу и нормативную, потому что это либо внесение в 185 закон, либо создание отдельной комиссии на базе Минстроя. В рамках совещания областной министр строительства и ЖКХ отчитался о работе ведомства в вопросе реализации программы капитального ремонта. Так, для этих целей уже была налажена работа с большинством жителей многоквартирных домов. Сейчас же ведется работа по составлению сметной документации. В 2015 году планируется завершить реставрацию 400 крыш многоквартирных домов и ремонт холодного и горячего водоснабжения в 200 многоэтажках. Продолжение следует...